АПЛОДИСМЕНТЫ Я предлагаю наше мероприятие построить таким образом. Если у вас будут какие-то конструктивные вопросы, вы можете их в любой момент задавать. Можете поднимать руку, можете кричать. В принципе, все ок. Если какие-то очень большие вопросы, которые нельзя привязать к чему-то конкретно и сейчас, то лучше задать их в конце. Давайте тогда приступим. Сегодня я дату не зря написал, сегодня день числа π. Поэтому тоже такое неднозначное событие, по крайней мере для математиков. Какие пути разработки UI у нас существуют? В старом добром 2008-2009, когда буйствовал, бушевал и был в топе jQuery, все мы его очень активно использовали. Старый добрый Monolith побеждал всех и везде. Это было надежно, это было удобно, это было быстро, это было относительно дешево. Большие приложения, компании, разработчики, грубо говоря, топились за этой технологией и юзали ее. Далее весь мир не то, что начал хейтить jQuery, да, а переключился на single-page application, то есть мир фронт-энд разработки, да, потому что как бы UI стал reachable, да, то есть как бы довольно-таки богатым требования к UI возросли. Мощности клиентских машин, соответственно, как бы тоже очевидно возросли. Вот начали появляться в фреймворке, то есть это 2009 год, это Angular, Angular, потом React, Ember и тому подобное, да, то есть как бы начало десятых годов и как бы середина середина десятых годов, то есть SPI в фреймворке набирает популярности, все круто, все отлично, есть вещи, которые они реализовывают клево, есть вещи, которые они реализовывают не клево, да, и старый добрый Monolith, то есть сервис-сайт-рендеринг все равно побеждает, да, к примеру, очень известная история про Twitter, когда Twitter свищнулся на single-page application, вот, но потом почувствовали проблемы с индексацией, оптимизацией, скоростью рендеринга приложения в браузере, да, и потом как бы опять снова переписали свое приложение обратно на сервис-сайт-рендеринг. Вот, а сейчас мы движемся в сторону неких изоморфных, иногда их называют универсальными, кто любит универсальные, кто любит изоморфные, вот, не так важно, давайте будем называть сегодня универсальные, вот, в сторону универсальных приложений, то есть когда у нас какая-то происходит конвергенция между сервер-сайт и клиент-сайт-рендерингом, вот, это очень интересно и во многих случаях это очень больно, больно для разработчика, потому что каких-то стопроцентно работающих и максимально отлаженных решений, да, все-таки пока что не существует. Ну, понятно, что основная концепция нашего рендеринга на сервере, когда мы имеем какой-то рендеринг на клиенте, она в том, что, как бы, клиент и сервер по одному тому же URL, да, грубо говоря, по одним и тем же ходным данным должен один и тот же результат отдавать, да, все, как бы, вроде бы очевидно, и что тут может быть сложного, чтобы все это концепты реализовать. Вот, ну, плюс-минус рендеринг на сервере, на клиенте у нас выглядит таким образом, то есть, введем какое-то понятие, например, то есть, это fcp, то есть, ну, это метрика, которая показывает нам то, когда хоть сколько значимый и полезный контент для пользователя отображен, да, то есть, а TTI, это, то есть, это когда полностью сайт загружен и вся интерактивность на нем работает, грубо говоря, когда загрузился наш JavaScript и все завелось, вот. Как бы здесь все ок, но мы понимаем то, что клиентский рендеринг все-таки занимает довольно-таки много времени, да, то есть, если мы не добавляем какие-то лодеры и подобные штуки, особенно на каких-то не очень быстрых девайсах, например, на мобильных и тому подобное, пользователь видит какую-то белую страничку, видит какой-то спиннер и тому подобное, вот. Соответственно, дожидается, пока наш JavaScript отрендерит наше приложение и в конечном итоге что-то отображает. Сервис-сайт рендеринг немного по-другому работает в том плане, что часть JavaScript и HTML, они готовятся на сервере и отдаются сразу, да, а потом уже интерактивность с помощью JS добавляется, да, потому что, как бы, на сервере мы не можем какие-то такие штуки в контексте, ну, там, события привязать, да, поработать с API, там, объекты Windows у нас нет на сервере, то есть, ну, такие вещи, которые в браузере есть, а на сервере их нет, и, как бы, толком эмулировать мы их не можем, потому что мы не можем к какой-то дом-ноде, к какому-то элементу подписаться на сервере, пока, как бы, этого элемента и нет, да, это сложность. Вот, поэтому здесь фишка в том, что, в принципе, TTI достигается быстрее, да, вот, но вот это время, когда готовится контент, оно занимает определенные, как бы, серверные мощности, да, если раньше, ну, не раньше, да, в контексте просто SPA-приложения, вот, на нашем ангуларчике, предположим, втором, все довольно-таки легко происходит, то есть, мы отдаем клиенту у нас JavaScript, какие-то HTML-шаблоны, нас собирай. То есть, клиент собирает приложение, это ображает пользователя. Здесь это нифига не работает, потому что, как бы, если вы хотите отрендерить на сервере, то будьте добры, сформируйте ваш HTML, отдайте полностью его клиенту, вот, и только после этого отдайте какой-то JavaScript, который интерактивность добавляет. Но вопрос в том, что, а какой же все-таки профит от сервера отрендеринга, как бы, если мы вначале юзали его в эпоху расцвета нашего jQuery, ну, и до него, понятно, что, а потом, как бы, переключились на SPA, и вроде бы все отлично, все работает, и снова переключаемся на сервис отрендеринг. Ну, по моему опыту я могу сказать, то, что я вот первую боль с отсутствием возможности рендерить что-то на сервере ощутил, когда работал с первым ангуларом, вот, ну, там понятно, что из коробки ничего нет, там даже и не из коробки толком ничего нет для того, чтобы отрендерить на сервере, вот. Вот. А как бы для SEO все-таки нужно статический контент показывать для страничек. И там, ну, начиналась проблема в том, что, типа, давайте какую-то приблуду сделаем на сервере, будем использовать, к примеру, PhantomJS, да, который нам в бэкграунде, да, на машине LinuxO поднимает, поднимает наш сайт, поднимает полностью приложение, делает, грубо говоря, слепок нашей страницы, скрин, возвращает его каким-то краулерам, соцсетям и тому подобное. Это очень дорого с точки зрения разработки, да, то есть вы можете представить то, что, как бы, если у вас в вашем блоге 200 страничек, то, ок, это может заработать, да, но если вы такая компания, предположим, как Twitter, да, у вас миллионы твиттеров каждый день, и вы хотите, чтобы это индексировалось, это индексировалось быстро, постоянно, постоянно обновляясь, понятно, что это работать не будет. Вот. И SSR нам помогает в том, что он позволяет быстро загрузить первый экран для пользователя, да, то есть тот момент, когда ваш, вы открываете сайт на вашем старом мобильном андроиде, он немножко висит и тому подобное, то есть SSR позволяет вам просто по урлу вернуть статический контент вашего приложения, да, то есть предположим, написано на том же React или Bangor. Понятно, что это быстрее работает в условиях плохого интернета, да, на том же мобильном, вот, потому что работу по рендерингу приложение выполняет, по сути, сервер. Это сей-оптимизация и превьюшки для соцсетей, да, здесь фишка в том, что как бы вроде бы современные поисковики вроде Google, Яндекса и тому подобное научились исполнять JavaScript в наших SPA-шках и все-таки кое-как индексировать их, но не все так просто, потому что, опять-таки, когда в вашем приложении очень большое количество разнообразных элементов, которые нужно индексировать, да, то есть статьи, профайлы и тому подобное, вот, это по-прежнему работает плохо, да, все-таки придумывается, возникает необходимость писать дополнительные какие-то вещи, которые позволяют нормально индексировать. Вот, что же все-таки понадобится для того, чтобы наш SSR поднять. Если мы вот решили, заказчик просит, то есть возникают какие-то проблемы, приложение работать не так, как нужно, и мы хотим все-таки попробовать поднять сервер-сайт рендеринг, либо хотя бы как-то частично наше приложение, частично затраты по рендерингу перенести на сервер, нам понятно, что понадобится наше окружение, да. Теперь как бы уже JS-разработчику нужно думать не только о том, чтобы работать с клиентской частью, да, а нужно как бы параллельно поддерживать и думать о серверной части вот в контексте SPA. Вот. Соответственно, нам понадобятся как бы две точки входа. У нас было какое-то клиентское приложение, и нам нужно серверное приложение. Серверное, предположим, вы можете под тем же Node.js поднимать в каком-то инварменте, и наше клиентское приложение, то есть это App.js, который там существовал до этого. Вот. В любом случае их должно быть два, потому что в универсальном приложении должна быть возможность рендерить как со стороны клиента, так и со стороны сервера. И да, тут придется повозиться с конфигом нашего веб-пака, либо не веб-пака, смотря чем вы собираетесь. Но фишка в том, что, к примеру, если вы из коробочки тем же Create React App, да, поднимаете ваш проектик, все вроде бы хорошо работает, вы пилите приложение, заказчику нравится, не делаете, понятно, что там какой-то eject вашего профайла веб-паковского, потому что как бы она фига. Вот, если оно все из коробки работает нормально, у меня приложение билдится, и мне больше ничего не нужно, то здесь придется повозиться, потому что тут очень важно то, что ваше приложение как бы одновременно должно собираться и билдится, да, для девелоперского инваромента как под ваш клиент, так и под сервер. То есть здесь возникает сложность того, что нужно построить окружение, нужно построить конфиг, который как бы будет собирать бандлы одновременно для клиента, для сервера, все это вместе соединять. И здесь возникает очень много тонкостей при работе с урлами, с ассетами и тому подобное. Так вот, может это два случая, когда вы начинаете работать с ССР. То есть к вам пришел какой-то тимлид, техлид с вашего проекта, предположим, вот, либо вы выступаете в роли техлида, то есть человек, который принимает решение и говорит, чуваки, давайте будем делать поддержку, делать универсальное приложение сразу. Ну, вот он собрал максимальное количество требований, оценил, оценил необходимость и тому подобное и говорит, давайте будем делать наши, делать ССР в приложении сразу. Это действительно хороший вариант, да, потому что как бы вы начинаете проектировать приложение как бы сразу готовое к тому, что ваше приложение сразу будет адаптировано и готово к тому, чтобы как поддерживать ССР-рендеринг. Вот. И большая проблема, если нам нужно внедрить уже в готовое приложение рендеринг на сервере. Да, здесь очень большая боль. По большому счету на любом фреймворке, да, на котором вы пишете, да, будь то Angular, будь то React, то есть я имел это, ну, эту головную боль с React. Это, я вам скажу, очень непросто, потому что вы пишете приложение, приложение начинает разрастаться и потом стоит задача, то есть отрефакторить как минимум половину строк кода ваших компонентов для того, чтобы приложение могло заработать под сервером. И как бы возникает еще такая психологическая проблема, то есть не очень легко как бы получить первые результаты, то есть понять то, что приложение все-таки как бы на сервере рендерится и заработало, да, потому что придется очень много кода переписать для того, чтобы увидеть первую успешную загрузку, да, в вашей страничке. Без как бы каких-то шагов приложение просто-напросто будет падать. Вот. Какие же шаги нам придется сделать и какие трудности побороть для того, чтобы отрендерить приложение на сервере. Вот. Поднимите руку, кто вообще на React пишет? Пишет уже. Ух ты, это половина. Половина людей, то есть это на самом деле здорово. React становится более популярным. А есть кто на React.net пишет? Ух ты. То есть видите, то есть React еще. Половина, половина пишет на React. Что-что? Не услышал. Sorry. Я не знаю Flutter. Кто пишет на Flutter? Есть хотя бы два человека? Sorry. Вот. Да. Так вот. Нужно побороть, перебороть себя и завозиться с вопак конфигом. Далее нужно разобраться с аутентификацией пользователя, потому что как бы на клиенте, когда у вас идет процесс авторизации и вы работаете с теми же запросами на клиенте, все просто, да. Есть какой-то поле логин, поле пароль, вы вводите какие-то данные, кладете их либо в local storage, либо в cookie и тому подобное. Дальше как бы вы добавляете там, предположим, в хейдер вашего запроса эти данные и тому подобное, отправите на сервер и получаете результат. Все как бы более-менее очевидно, да, то есть прозрачно. А на сервере это на самом деле не так уж и просто, потому что как бы если мы захотим отрендерить какое-то приложение и подготовить данные для него, да, нам нужно как-то предварительно аутентифицировать пользователя. То есть, соответственно, возникает проблема и сложность для того, чтобы сфетчить данные для нашего компонента. Дальше проблема с тем, как разобраться и захендлить код сплитинг. Код сплитинг – это хорошо, то есть он позволяет нам, грубо говоря, лениво наши компоненты загружать. Вот. Очень много хороших инструментов уже существует. Но, блин, фишка в том, что вебпак для этой штуки создает отдельный бандл, да, если мы говорим о клиенте, то есть отдельный JavaScript. И когда мы имеем дело с рендерингом на сервере, уже состоит задача в том, чтобы как бы… А нам там код сплит не нужен, да, потому что как бы у нас на сервере… Мы же не будем ожидать загрузку нашей странички, да. Мы сразу хотим понять компоненты, те, которые будут отображены, да, и что-то предоставить, предоставить, выкинуть пользователю. Вот. Соответственно, фишка в том, что… Ну, эту штуку действительно не очень легко побороть. Существуют как бы специальные библиотеки, которые позволяют настроить вебпак таким образом, да, чтобы собирать бандл именно для SSR общий, вот, для того, чтобы захендлить код сплитинг. Это глобальные переменные. Штука в том, что если вы случайно в вашем приложении используете глобальные переменные, то как бы придется от этого отказаться, потому что нода, да, как бы это как бы однопоточное приложение, которое живет, и куча пользователей будут ходить через вашу ноду, да, для того, чтобы получать ваши странички. И понятно, что глобальные переменные – это очень большая опасность. Если пользователю чужую страничку вернуть, да, к примеру, да, то есть синглтоны, глобальные переменные и тому подобное, нужно от этого отказываться, вот, если вы хотите иметь дело с рейнерингом на сервере. И браузерный, и дом API, понятно, что они недоступны, да, то есть если вы захотите к Windows обратиться, если у вас в компоненте есть какая-то штука, которая хендлит размеры окна, размеры этого компонента, не суть важна, то есть понятно, что как бы на сервере у вас этого просто нет, вот, и здесь придется придумывать дополнительные абстракции в контексте того, чтобы понимать, да, для чего вы сейчас рендерите, для сервера, либо для клиента, в зависимости от этого какую-то логику выполнять, либо не выполнять. Вот, ну, повторное использование кода – это, наверное, основной такой краеугольный камень, когда вам необходимо поддерживать одновременно два приложения для сервера и для клиента, то есть где нужно, понятно, что, где можно, там нужно, да, писать код, который не будет повторяться, да, например, в рендеринге компонентов однообразную маршрутизацию как для сервера, так и для клиента, вот, ну, и создавать дополнительные абстракции, если они нужны, да, потому что, как бы, данные на клиенте, данные на сервере все-таки загружать нужно по-другому, к примеру, да, из тех же проблем с авторизацией, соответственно, как бы, ну, нужно придумывать какие-то инструменты, которые позволят, позволят, как бы, захендлить ситуацию, с каким приложением мы имеем дело, вот. Ну, и, конечно, придется немножко подписаться и в велосипеды, да, куда же без них. И мы, как бы, разводим клиентский и серверный код, предположим, с помощью константа окружения, да, то есть, грубо говоря, мы можем в какую-то переменную Windows выкинуть значение, то есть, а, как бы, для чего мы сейчас рендерим, то есть сервер это либо клиент, вот. Мы вводим абстракции там, где кардинально у нас отличается логика, то есть там, где просто переиспользование кода невозможно, вот. Вот. И, соответственно, делаем авторизацию для запросов к API. Вот. Соответственно, там, где вопрос про авторизацию к запросам API, очень важно, чтобы и бэкэнд ваш, да, соответственно, серверная часть приложения, вот, который отвечает непосредственно за API, тоже было должно быть образом спроектирование в контексте формата передачи данных и тому подобное, да, потому что, как бы, приложение может развалиться, так как данные нам эти потом нужно серверизовать, да, прокидывать на клиента и тому подобное. Вот. Подготовка данных. Вот. Ну, есть несколько способов того, как подготовить данные, да, для нашего приложения. Вот. Более React Way, да, и компонентно ориентированного это для того, чтобы компонент сам отвечал за свои данные, да, это очень удобно. То есть какой-то блок там, где у вас отображаются статейки, он сам знает, когда нужно сходить за данными, как их нужно отобразить и тому подобное. Вот. Когда нужно обновиться. А второй блок, который на этой же страничке отвечает за комментарии, то есть сам знает, когда и куда нужно сходить за данными. Это, на самом деле, очень удобно и просто. Вот. Но иногда стоит вопрос о какой-то оптимизации, да, и нам лень писать большое количество запросов. Вот. И мы просто делаем, предположим, мы понимаем то, что данный запрос можно конкретинировать в один, да, один раз сходить на сервер, вот, и по большому счету получить данные, да, то есть уже обработанные сервером, и, соответственно, как бы прокинуть их в эти оба компонента и что-то показать, да, то есть вместо одного будет, вместо двух будет один запрос, вот. Кто-то делает одним способом, кто-то делает другим способом. В общем, суть в том, что и то, и то как бы работоспособна, вот. Ну, просто с чем-то проще дальше жить, а с чем-то нет. Это касается сбора данных на сервере и апик, к тому же механизму с клиента, да, то есть когда мы можем, то есть несколько, несколько запросов конкретинировать в один. Вот. Соответственно, нам какие-то нужны адаптеры, то есть это наши абстракции для реста, чтобы получать данные, и решение вопросов с авторизацией, то есть как-то нужно авторизовать клиента на сервере. Вот. Соответственно, нужно также побороть нюансы окружения, потому что если мы захотим приложение отрендерить на сервере, там у нас нет такого понятия, как куки, нет юзер-эджент, по-другому работают наши каунтеры, мы не понимаем, да, какой язык установлен, какая локаль установлена в браузере, нет локал-сторидж и тому подобное. Вот. Ну и, соответственно, вот эти три наши друга, которые, как бы, сопутствуют нас с нашей разработки фронтендовой сегодня. Все эти штуки немножко по-разному делает, но, как бы, все довольно-таки успешно, да, тот же Angular, по-моему, в четвертой версии уже из коробки там добавлен Angular Universal. Вот штука, которая позволяет писать, изначально, да, разрабатывать универсальное приложение Vue.js. И React, о котором мы сейчас немножко более подобным говорим. Ну, React, как всегда, то есть он позволяет, он ведет себя, как какой-то конструктор, да, нет какого-то единого пути, а как правильно готовить SSR на React. Те статьи, которые в интернете, они все разные, то есть там просто сумасшедшее разнообразие. Вот. Какого-то единого мнения нет, много устаревших, неполных. То есть ты начинаешь что-то делать, то есть и понимаешь, что что-то не будет работать для твоего приложения, потому что, как бы, ты что-то используешь, что не используют примерчики, оно все разваливается. И ты доходишь до того, чтобы, как бы, подружить какие-то твои библиотеки и вещи там, твои же React.sago либо другие инструменты для того, чтобы подружить с тем подходом, с тем и прочим, что, что... Который идет в статье, а у тебя понадобятся, грубо говоря, какие-то месяцы работы, что, как бы, очень долго и неэффективно. Вот. Ну, какой-то более-менее React Way, как все-таки подготовить... как подготовить наше приложение к тому, чтобы трендерить его на сервере. Нам нужно подумать о серверной маршрутизации, да, потому что, как бы, на клиенте у нас там какой-то React router и тому подобное. А если маршрутизация на сервере, грубо говоря, мы отдаем... Когда пользователь, да, идет в браузер по кому-то урлу, он загружает... попадает на наш Node.js сервер, который должен захендлить роут, который к нам пришел, и сбилдить приложение. Да, все это, как бы, вроде бы очевидно, но не так просто с точки зрения реализации. Да. Далее нам нужно на сервере отрендерить контент, серверизовать данные, вот, и сделать, как бы, рендеринг полной странички от нашего HTML и вернуть его браузеру. Вот. Дальше на браузере должна сработать клиентская маршрутизация, гидротация серверизованных данных, то есть, по большому счету, мы должны навешать лисенеры, вот, сделать нашу страничку интерактивной. Вот. Потом клиентская маршрутизация должна уже начать работать, да, то есть наше приложение, вот, как клиент в браузере должен завестись, и, соответственно, как бы дальше должен рендеринг контента на клиенте работать. Вот. Все кажется довольно-таки просто, да, вот, наше приложение, то есть, которое мы React.dom, рендер, прокидываем, все ок, клиентская часть нашего приложения заводится и работает. И React нам говорит, друг, ну, а если ты хочешь рендерить всю эту штуку на сервере, то используя эту штуку. Ты такой смотришь, вау, да, то есть, просто я передам сейчас мой компонентик и что-то там заработает, вот. И действительно, как бы, на каком-то примерчике в контексте Hello World, он заработает, и вы сразу увидите результат. То есть, это будет очень быстро, и, то есть, вы, вау, оно заработало, то есть, я создал универсальное приложение, все. Все. Не тут-то было. То есть, дальше вы создадите, ну, так будет выглядеть серверный файлик, который готовит, ну, лодовский файлик, который будет готовить наш, нашу серверную часть нашего приложения, да. То есть, мы, грубо говоря, вот, отрендерим вот здесь наше приложение, то есть, в обычную строку, по большому счету, да. Потом подготовим какие-то хедеры, ну, типа какой-то HTML-чик, потому что, как бы, React не знает о том, что там, а чего нужно какой-то title поставить, там подобное. Прокинем сюда этот контент, отдадим его браузеру, и отдадим его браузеру где-то вот здесь, вот, и оно вроде бы заработает. Не все так уж просто, потому что вы отдадите, и у вас свалится маршрутизация, да, то есть, ваши роутеры перестанут работать. Вот. Благо, есть static router, вот, куда мы можем прокинуть URL, можем прокинуть контекст, и тогда, как бы, наше уже приложение сможет рендерить URL, который, по большому счету, с браузера пришел. И, как бы, на этом многие, в принципе, статейки и заканчиваются вдруг, а дальше, как бы, вози со своим приложением как хочешь. Ты видишь, у нас, как бы, наше завелось работает, оно красивое. Вот. Мы надеемся, что оно заработало и у тебя. А и что дальше? Ну, то есть, а дальше ты начинаешь понимать то, что, как загрузить данные, к примеру, для твоего приложения, да. То есть, тебе нужно порефакторить роутеры, да, сделать, например, добавить какой-то дополнительный параметр, то есть, уровень абстракции, по большому счету, это load data, который будет говорить для того, чтобы трендерить вашу страничку, да, а на какой уровень вам нужно сходить на сервер, да, какой аппе дергнуть, для того, чтобы данные отобразить, да. После этого, как бы, когда вы это захотели, разобрались, далее вам нужно эту штуку подружить с вашим серверным файликом. Вот. Ну, здесь, в принципе, довольно-таки просто. Мы, опять-таки, суть просто в том, что мы хватаем урлу, та, которая пришла в наше молодовское приложение, а потом смотрим, а типа, есть что загрузить? Или нет, что загрузить? То есть, если есть, что загрузи, а если нет, то не загружай. Вот. И, то есть, подготовь какие-то данные для Этворла. Вот. Но. Дальше возникает такая ситуация, когда необходимо немножко закостылить и как-то эти данные нашему приложению передать. То есть, до этого все было бы вроде бы хорошо. Мы, наш компонентик, наша страничка, в каком-то нашем компоненте Дидмаунте ходила на сервер, получала данные, отображала, обновлялась, как контент контент выводился на страничку, все работало, все здорово. Но здесь все не так. То есть, мы в какую-то глобальную переменную Windows должны прокинуть те данные, которые мы загрузили. Вот. Понятно, что нужно сериализовать их. Наш джессончик в какую-то строку, положить его в Windows. И, соответственно, как бы, да, соответственно, дальше в наше клиентское приложение прокинуть, да. То есть, сделать гидрацию, то есть, по большому счету, это просто навешивать дополнительные event listener, event listener, поработать с домом, подогнать размерчики наших компонентов и тому подобное. Вот. То есть, мы прокидываем сюда наши данные, те, которые мы собрали на сервере, и мы надеемся, что наше приложение заведется и заработает. Вот. Но не так уж просто все, потому что, как бы, вот эта штука, такая, как мета-информация, мы пока что не заботились о ней. Да? То есть, мы сказали о том, что, ну, какой-то затазил, неважно какой, там подобное, React об этом не знает. Вот. и там дополнительная библиотечка, да, утист Helmet может нам в этом помочь. Вот. Грубо говоря, это все нужно для того, чтобы сделать, сделать нашу информацию, мета-информацию динамически на сервере. Да, потому что на клиенте она динамически и так. Вот. Но для того, чтобы сбеглить ее на сервере, нам необходимо вот такую приблуду использовать. Что же происходит, если нам нужно завязать код-сплитинг? Вот. И здесь как бы начинаются не то, что самые большие траблы, но могут возникнуть проблемы, потому что нет, из коробки нет готового решения, которое позволяет вам сделать рендеринг код-сплитинга на сервере, то есть, по сути, ваших ленивых компонент. И для этого есть вот такая штука, как React Universal Компонент. Вот. Она довольно-таки популярная. Можно сходить на GitHub и ее посмотреть, что там с ней происходит. Да. Полторы тысячи звездочек либо. Вот. Как бы либо популярная, а все-таки сервер-сайт рендеринг еще не столько популярен, поэтому только полторы тысячи звездочек. заявления о том, что из официальной доки реактовски, что код-сплитинг и сервер-сайт рендеринг пока что не очень хорошо дружат. Да. Но это либо нам на самом деле помогает собрать в кучу наше реактовское приложение вот с помощью, грубо говоря, по большому счету вот этих флаж-чанков, те, которые вопак создает для каждого компонента в отдельности, собрать их воедино и отрендерить наше приложение на сервере. Вот. И после этого я надеюсь, что наше приложение в итоге заработает. Так. А у меня все. Женя, спасибо тебе за ивентивание. Спасибо большое.